Лукашенко сегодня опубликовали информацию, передал уже 122 танка Т-72, 2 десятка БМП и несколько десятков грузовиков. Но, тем не менее, до сих пор Беларусь не вступила в открытую войну. Насколько вообще важно для украинской безопасности, с вашей точки зрения, человек, который находится на фронте, а не в кабинете, скажем так, в Киеве, насколько важно то, что со стороны Беларуси серьезной угрозы, по крайней мере, пока нет? Смотрите, мы понимаем реалистично, что найдутся в Беларуси подразделения, которые согласятся принять участие в войне против Украины физически. По, скажем, таким приблизительным данным, которые сейчас дают аналитики, чисто белорусов может принять участие порядка 10 тысяч с территории Беларуси, которые могут вместе с российскими солдатами пойти выполнять приказ. В первую очередь, это бригады ДШВ, то есть десантники, это подразделения, участвовавшие в подавлениях протестов, самые отмороженные, вот этот белорусский ОМОН, то есть они в качестве группы зачистки. Поэтому до 10 тысяч, это приблизительно такое вот расчетное количество тех военнослужащих в Республике Беларусь, которые согласятся, скорее всего, выполнить приказ преступной о вторжении в Украину. Но я вам скажу, белорусы и так воюют в Украине, они воюют на стороне вооруженных сил Украины. Их свыше тысячи, и они воюют в том числе в моем подразделении, в моей бригаде. И мы должны сказать, что от более мотивированных воинов, наверное, трудно себе представить. Вот. Дело даже не в мотивированности, а в подготовке. Я скажу, что белорусские воины, которые сражаются в первой бригаде спецназа вместе с нашими воинами, они отличаются, ну скажем, супервысокой профессиональной готовностью, они очень легко обучаются, они берутся за выполнение самых тяжелых, самых рискованных задач. И они всегда действуют очень дерзко против врага, в том числе против подразделений Вагнера, то есть они показали себя с превосходной стороны. И поэтому это люди, я к чему веду, что белорусы, которые имеют мотивацию, мы понимаем, что это превосходные воины. Они стоят наравне с нашими, с воинами вооруженных сил Украины. Что касается тех, кто пойдет это делать за деньги, либо по приказу, их, я к чему, какими бы они не были там крутыми до этого на своих учениях, мы понимаем, что они не сравняются никогда с подразделениями вооруженных сил Украины и с теми белорусскими дворовольцами, которые здесь сражаются. Почему? Потому что у них нет мотивации. То есть одно дело, когда ты борешься за идею, как это делают бойцы полка Кастуса Калиновского или вот нашей бригады спецназа, а другое дело, когда ты это делаешь по принуждению, по приказу или за деньги. Разная мотивация и совершенно разный уровень готовности воевать. Поэтому даже если они этот приказ получат и будут его выполнять, качество его исполнения будет крайне низким. Давайте говорить откровенно. Вот эти все показные смотры, ну, когда я просто показывал там нашим сослуживцам, они просто ржали, когда показывали вот эти, извините за, вот эти, значит, показательные выступления десантников, спецназа, когда они голову ломали кирпичи. Но, знаете, это выглядит как шоу Монти Пайтона. То есть это настолько убого. Это война. Идет серьезная война, где убивают, где стреляют. И вот они занимаются какой-то показухой в стиле, там, Советского Союза, армия, там, 70-го года. Ну, то есть это никого здесь убедить не может. То есть это вызывает, еще раз повторю, только истерический, гомерический смех. Хотел спросить о белорусах, которые служат в вашей бригаде, бригаде имени полковника Багуна. Это белорусы, которые происходят из такого формирования, которое называлось полк Пагуня. Из того, что я знаю, это в основном бывшие белорусские военные, спецназовцы в том числе, которые перешли как бы на сторону народа, перестали служить Лукашенко. Вы с ними лично познакомились. Что еще можно про них сказать? Вот вы говорите, что они очень высоко мотивированы и действуют дерзко. Они на самом деле, да, имели контакты боевые с вагнеровцами. С вагнеровцами можно об этом что-то еще сказать? Ну, я не могу никаких деталей сообщать. Я еще раз говорю, что по уровню своей подготовки они превосходят подразделения специального назначения российских войск. Вот это действительно люди, которые получили огромный боевой опыт. Вот это мотивированные офицеры. То есть это в основном профессиональные военные, ну, либо люди те, опять же, которые вынуждены были стать по зову своего сердца военными. Я ничего не могу рассказывать как бы о их задачах, операциях, но, как бы, еще раз повторю, уровень их мотивированности и подготовки на высочайшем уровне. То есть это, как, кстати, и подразделения, например, грузинских добровольцев, которые тоже воюют в составе нашей бригады. И вот, это одни из лучших воинов. То есть одни из лучших, и они действуют, ну, на многих направлениях, в том числе таких опасных, как глубинная разведка. Но это элита. Элита-элита среди элит, в том числе среди спецназа. Вот, и они, в силу того, что они владеют, у них их не выдает украинский акцент, то есть они могут очень дерзко и профессионально действовать против противника на его территории.